вот это национальный музей здание бахрейна сейчас туда направляемся делаем небольшой репортажик и чем хорошо это рядом с нашим отелем буквально 200-300 метров пройти и ты в музее бахрейнский музей национальный ну по-нашему краеведческий заливчик это наш отельчик старинном арабском стиле маленьким пляжиком это банкетный зал мы находимся на территории национального музея страны бахрейн находящийся в городе манамо столица небольшого островного государства так выглядит вход музей сейчас посмотрим что там такого интересного вот это вход музей это карта этого островного государства здесь тоже какие-то ну вот есть они такие острова нарылись и намыли и вот мы сейчас идем как бы по острову вот этот аэропорт то есть как бы пол это и есть схема государства это маленькие городки какие-то так что вот мы идем по хрену как будто аэрофотосъемка улочки развязки очень забавно оригинально не не видел ни один музей такой вот это домики столица их не мосты и и вон там кончается островы вот здесь маленький шоурум кстати билет стоит один бахаренский динар это 180 рублей ну как бы нормально не очень дорого но это я думаю что машина короля мне кажется это без вариантов забавный кораблик такой подсветкой с подводным миром с рыбками но этот наверное добывает человек жемчуг это подводник какой-то это на углях рыбу жарит окунь похоже лодка тростниковая здесь раньше везде роста тростник сейчас его нету экологии ну так вот бедненько раньше жили в бахарене до тех пор пока не нашли нефть потом все изменилось в лучшую сторону естественно лавочка зачетную такая импровизированная мадресе для детей школа музей бахарена в общем такой вот музей ну наверное пьют кофе традиционная часть лодочки еще один зал вот такие клады иногда находят бахарене это целый зал документов печатных изданий в основном конечно на арабском но есть и на английском языке они что-то объясняют что-то рассказывают я ничего не понимаю такой зал это наверное коран сто процентов наверное какой-нибудь старинный даже более старинный это скорее всего фрагмент раскопок а вот это самое древнее кладбище в бахарене четыре тысячи лет и вот такие захоронения похожи на кучи щебня вот а когда их раскапывают там вот такие вот комнатки погребальные и там самое древнее кладбище в мире считается не знаю насколько это правда но вот ну вот этим черепам и костям по четыре тысячи лет некоторые помоложе некоторые постарше и позвоночники были у людей но у нас такие же складывали люди в этих древних шумерских захоронениях вот такой курганчик камнями обложены там лежит человек вот так выглядели курганы вот такая маленькая комнатка там какие-то ну нож по-моему каменный даже рядышком лежит ну и какая-то посуда всего лишь четыре тысячи лет так хоронили молодцы вот это схема всего кладбища честно честно говоря похоже на яйца динозавра украшения такие вот колечки вот это настоящая шумерская посуда шумерская клинопись и я хочу сказать что очень даже неплохо сделано очень даже душевненько вот женская фигурка по-моему из дерева такие вот стаканчики я думаю это какое-то захоронение в общем почему-то черепки кости все вперемешку навалены вот что здесь написано вот эта схема где-то нашли что это непонятно но так вот эти захоронения выглядели с высоты качественные очень штучки сделанные по-моему из фарфора очень качественные на фото наверное это не передать фигурка кинжал это время когда это все произошло ну конечно рисунки очень качественные очень довольно-таки точные какие-то кувшины погребальные для наверное захоронения детей вот так вот они запечатаны зацементированы таких вот детей штуках хоронили вот это непонятно а нет это тоже погребальные погребальные штуки вот так укладывали людей туда да здесь какие-то сосуды здесь опять погребальные да ну вот похоже на гробик чем-то вот так с высока видно вот так вот выглядит самое древнее кладбище в мире такие кучу-кучу фуруганов вот да и видосов показываю народу набежало кстати немцы все время видели одних русских в бахрейне но есть и немцы ну американцы наверное с военной базы появляются иногда вот это компас какие-то охотничьи приспособления ну наверное для этих открывания устриц а вот это настоящий джемчуг это похоже комната с джемчугом но все наверное знают что произошло здесь был самый лучший в мире джемчуг здесь ловцы жили веками тысячелетиями доставая джемчуг но потом японцы сделали научились сделать один японец искусственный джемчуг и страна потеряла свой основной бизнес поэтому они не любят ни японцев ни искусственный жемчуг и ввоз в страну искусственного жемчуга ну это я не знаю какая-то тюрьма запрещено просто они так сильно ненавидят вот такие вот нырятели вот эти вот прищепочки у них на носах они там ныряли конечно труд охренеть вот эти прищепки которые нот закрывали это конечно труд был тяжелый такой камень вода очень соленая нырнуть очень тяжело я сам нырял вот этот камень такой на шее вешали и донырили до сих пор до сих пор до сих пор до сих пор вверх вверх